здравствуйте дорогие мои телезрители канала афонтова и конечно подписчики канала тетя таня голова садовая на ю тюбе я вас очень всех люблю и стараюсь помочь вам в очень тяжелом нашем огородно-садовом труде вот я с лопатой стою на грядке обратите внимание под ногами доска потому что проваливается все промокла не знаю как я хочу сегодня показать вам очень простой метод как не пользоваться навозом не тратить на него деньги не вырастить себе два горба как у верблюда но чтобы ваши грядки обязательно получили органическое удобрение то есть как в природе это все происходит а вот там выросла на поле да все это погибло осенью сгнила накормила почву и опять все растет и цветы и ягоды а мы нет мы траву все сожжем ботву все сожжем и что сожгли все что придумал бог что придумала эта планета она же нас кормит вы зачем так делаете но вы можете сжечь больную ботву да бога ради пожалуйста но зачем все это зеленое сжигать вот здесь вот передо мной лежат капусты это это предыстория капустные листы это от цветной капусты а вот это дохлятина вот дохлятина видите она никак не может завязать вилок ну что это такое ну пародия на капусту хотя и вовремя посеяна и вовремя посажена что мы с ней сейчас делаем я вам предлагаю метод очень простой с которым справится и бабулечка старенькая и дедулечка тоже но они не могут таскать навоз да и ничего хорошего на вас не дает вот если бы его закапывали на 35 40 сантиметров вы же этого не делайте вы все пытаетесь в корне обитаемый слой все это занести это вредно для растений в таком виде мы будем закапывать ботву прямо в грядку вот я начала с той стороны и дошла уже почти до половины посмотрите вот здесь находится ботва чеснока укропа обрезки от капустного вилка корни лука тоже чеснока свекла не нужно вот это все под землей очень долго будет питать наши растения но вот тут я остановлюсь не сами растения а почвенные бактерии они кормят растения они доставляют пищу и воду и еду и защищают от болезней чем лучше они будут накормлены тем лучше будет нашим растением значит так все утоптали для того чтобы скорость гниения вот того что мы уложили туда в эту бороздку было чуть побыстрее давайте немножечко возьмем такого препарата карбамид то есть мочевина это азотное сильнейшее удобрение и вот всего вот столько мне нужно чтобы посыпать вот эту вот траву которая в борозде то есть отходы вы можете использовать любые много не надо это не требуется вы можете использовать любые отходы ботва моркови ботва лука ботва свеклы листья капусты но кочерыжки может быть надо отправить в парни потому что они очень долго будут гнить хотя тоже не факт что они там не нужны когда-нибудь и они сгниют но 3-4 года ваши бактерии будут сыты и потом это теплая подкладка под грядкой рано весной когда согреется почва вот эти вот там 20 25 сантиметров да на штык лопаты но можно чуть побольше а естественно прогреется и ботва под ней а холод оттуда изнутри уже так не будет мучить растения так что и высадка будет сделано гораздо раньше нашей рассады смотрите ну лопата и нога что еще надо и мы вот таким вот образом вот так вот нет ничего слух причем это же не так тяжело но не можете сделать за один день сделайте за два земля очень сырая так то все хорошо червяки вот для того чтобы была еда для червей дождевых которые рыхлят почву пропускаю через себя это же вообще догадаться надо червяк ест землю а там где-то выходит очень питательная почва для того чтобы он это делал надо чтобы ему питание было обеспечено а это растительные остатки смотрите я как бы второй взяла вторую эту бороздку то есть мне нужна вот эта борозда чуть-чуть пошире чем от одной лопаты я делаю это очень тщательно знаете почему потому что я ненавижу переделывать пять раз одно и то же сделай один раз хорошо и забудь на 4 года когда все это перегниет и начинает перекапываться боже ты мой это не земля ее хоть сам ешь не то что бактерии там с растениями вот я почищу эту бороздку кстати копается очень хорошо дочь конечно как бы тут немножко нам испортил жизнь но не настолько вот а теперь что мы делаем а теперь с самого начала то есть мы все повторяем одну и ту же процедуру берем вот эти капустные листья до сначала я набираю пачку этих листьев и отправлю их вот так вот да и гусеницу туда тоже можно отправить это вот так только чтобы хорошо было теперь не надо вот так пихать вот эту капустину прямо туда обломаем листья ну да повозиться немножко придется но зато вы деньги сэкономите сколько стоит машина этого несчастного навоза пятерочка 5000 докупите вы себе измельчительно эти деньги и у горба у вас не будет и почки будут на месте и руки не будут вот ниже колен как у у тех обезьян я сложу эту кочерыжку это маловато беру вторую вот совойская капуста не завязалась тоже чего-то но и явно света не хватило она находится за баком и бак закрывает ее от восходящего утром солнечного света ну да грязновато ну что делать ну ну не всегда же мы в грязи иногда мы в цветах в розах в лилиях я это делаю тщательно мне не лень я устаю конечно но это все будет вознаграждено хорошим урожаем беспроблемным вот так а теперь а теперь делаем вот так вот так как бы не упасть только мне надо притоптать чтобы ничего оттуда не вылезала хорошо я бы еще добавила кстати сказать сейчас посмотрите на своем огороде внимательно где растет укроп у меня он растет вот такой полосой сзади меня видите все что на грядках сходит везде где он не нужен а он ущемляет растения там где растет подсолнух и укроп там земля очень скудная поэтому вырвите все что не нужно и отправьте сюда же значит не забудьте мочевина вот так а выкапывать сразу целую грядку отбросив куда-то землю знаете но меня это напрягает я все-таки считаю что все должно быть просто в этой жизни чем проще тем лучше затратно нет не затратно тяжело ну знаете у слова тяжело есть разные понятия мы же это делаем для себя любимых можете подрубить слегка и все и поехали снова закапываем вот так очень просто во первых у вас на огороде будет полный порядок потому что когда прибрана ботва вырвали морковку сложили в кучку но не давайте и гнить лучше просто разложите как только вы освободились у вас есть время сделать подобным образом грядку теплую да еще и очень питательную конечно берете всю ботву собираете и пошли в бороздки укладывать я надеюсь мои дорогие что вы меня слышите и видите потому что уж мне кажется так просто как я рассказываю уже никто не делает на этой планете ну а я желаю вам успеха и конечно здоровья всего доброго и пока пока